Прошедший год яркими примерами обозначил главные тактические приемы российских правоохранителей в борьбе с высшей криминальной кастой. Выбор ворам в законе оставили небогатый, сесть надолго либо пожизненно за создание ОПС или уехать. Того же, кто не покинет страну и добровольно, ждет депортация. Преступная Россия прогнозирует основные тенденции в противостоянии силовиков с воровским миром на 2018 год. Борьба с ворами в законе в 2017 году обрела без преувеличения мировой масштаб. Законников ловят по всей Европе, особенно в этом усердствуют Испания и Франция, а в конце декабря статус Евразийской транснациональной преступной организации ворам в законе из бывших союзных республик специальным заявлениям присвоило Федеральное казначейство США. Из стран постсоветского пространства наиболее активны в борьбе с криминальными генералами Украины и Грузии. Первая регулярно рапортует о задержаниях и депортациях законников, за год в четверо сократив численность собственных воров в законе, с 28 до 7 регулярно проживающих на территории Украины. Зарубежных живоров в законе в стране, по словам замглавы нацполиции Украины Вячеслава Абраскина, осталось не более 15. И в перспективе будет еще меньше, заявляют украинские силовики. В настоящее время в стране создается управление уголовного анализа, основной задачей которого станет противодействие организованной преступности, которую возглавляют законники. Грузия же, которая, по статистике, является родиной для более чем половины всех воров в законе, по данным МВД республики, у 325 законников, грузинские корни, проводят в отношении элиты криминальной иерархии традиционно жесткую политику с 2005 года. Именно тогда, в эпоху правления Михаила Саакашвили в Уггрузии появилась статья 223, в которой понятием «вор в законе», «разборка», «воровской мир» дали четкие юридические определения. Согласно ей, только лишь членство в воровском сообществе карается сроком от 5 до 10 лет заключения. В России законодательная база для целенаправленной борьбы с ворами в законе тоже существует более 7 лет. Поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации, ужесточующие уголовную ответственность для лидеров Организованная преступная группа, были приняты Госдумой еще в 2009 году. В статье 210 Уголовный кодекс Организация преступного сообщества появилась новая часть, четвертая, с наказанием от 15 до 20 лет или пожизненным сроком для лиц, занимающих высшие положения в преступной иерархии. Возбуждать по ней дело предполагалось за организацию и руководство группировками, координацию действий, раздел сфер влияния, а также за участие в воровских сходках, если будет доказано, что там решались криминальные вопросы. Законники поначалу отнеслись к нововведению с опаской, многие даже задумались о эмиграции, однако вскоре выяснилось, что поправки ВУК, по словам советника председателя Конституционного суда Владимира Овчинского, оказались смертворожденными. На деле следствия оказалось крайне сложным, а порой практически нереальным обосновать в суде привлечение обвиняемого по статье 210 ч. 4, поскольку, по словам председателя Следственный комитет Российской Федерации Александра Бастрыкина в 2010 году, лидеры криминального мира хорошо законспирированы и зачастую ведут преступную деятельность чужими руками. В итоге законники расслабились, следователи и оперативники в сердцах плюнули и продолжили принимать воров в законе по старинке, за мелочь, хранение наркотиков, нередко подброшенных, и оружие, что значительными сроками заключения им не грозило. Однако осенью 2016 года ситуация в корне изменилась. Моду на привлечение воров в законе по часть 4 ст. 210 Уголовный кодекс РФ ввело следственное управление ФСБ, возбудив уголовное дело по этой статье против задержанного за вымогательство вора номер 1 Захария Калашова, «Шакра молодой». Как там у Шакра? Самый авторитетный и по сей день законник был заочно осужден в Грузии на 18 лет тюрьмы по делу о похищении и убийстве одного из совладельцев казино «Голден Палач» в Москве. А в Испании он отсидел срок за отмывание денег и как раз за создание организованного преступного сообщества. В 2014-м Калашов вернулся в Россию, где сотрудники Главное управление уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации провели с ним профилактическую беседу и отпустили. После задержания в июне 2016 года за вымогательство в 8 миллионов рублей у владельца ресторана «Элементс», сообщения о том, что ему, скорее всего, будет предъявлено обвинение именно за создание ОПС, звучали достаточно часто. В материалах уголовного дела Захария Калашова назвали держателем всего воровского общака. Он выполнял роль в распределителе денег между участниками преступного сообщества России. Вор в законе назначал и контролировал руководителей нижестоящих структурных подразделений и контролировал незаконно полученные денежные потоки и другое имущество. По версии следствия, Шакра Молодой создавал прочные связи между самостоятельно действующими преступными группами, разрабатывал для них планы криминальной деятельности и распределял сферы влияния. Кроме того, из документа «Возбуждение дела о преступном сообществе» следует, что любые приказы Шакра Молодота были обязательными для исполнения руководителями и участниками ОПС. Однако по прошествии полутора лет заключения в СИЗО у Калашова по-прежнему остается лишь вымогательство. О 210-й статье для вора номер один сейчас и вспоминают все реже. Не было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе ни одному из порядка 20 подозреваемых по уголовным делам, связанным с Калашевым. И хотя следствия настаивают, что Шакра является лидером российского преступного мира, доказательной базы для судебной системы слишком мала. Преступная Россия уже отмечала ранее, что такого юридического термина, как лидер преступного сообщества России, в отечественной юриспруденции просто не существует. Пичуги утяжолят обвинения. Еще один криминальный тяжеловес Юрий Пичуги, Пичуго, был задержан в феврале 2017 года. В отношении задержанных членов организованная преступная группа Пичуги, Актаюфендиева, Сергея Ивануэта, Ахмеда Исаева, Алексея Рахлина, Сергея Солдатова, Хадиса Азизова и Максима Абубакарова, и ее лидера возбуждено уголовное дело по статьям 210 и 222 Уголовный кодекс Российской Федерации, создание преступной организации, участие в ней, а также незаконное приобретение, передача, перевозка и хранение огнестрельного оружия, его составных частей боеприпасов. Вскоре стало известно о задержании еще одного фигуранта этого дела, Александра Егорова. Еще двое подозреваемых, Махач Азизов и Виктор Карпов, объявлены в федеральный розыск. По версии следствия, организованная преступная группа Пичуги навела преступную деятельность в Республике Коми на протяжении последних 20 лет. В ходе проведенных в рамках расследования обыска в разных городах были обнаружены несколько схронов с оружием. По данным следствия, преступники крышевали местный бизнес, занимались мошенничеством, разбойными нападениями и другой незаконной деятельностью, а полученные в результате деньги передавали в общак. Юрия Пичугина наряду с несколькими другими ворами в законе в криминальном мире называли одним из главных кандидатов на трон задержанного летом 2016 года вора в законе номер 1 Захария Калашова, Шакра Молодова, наряду с Владимиром Тюрином, Тюрик, Олегом Шишкановым, Шишкан, и Алексеем Петровым, Петрик. В июле 2017 года глава Следственного управления Следственного комитета по республике Коми Сергей Исаев сообщил, что Пичугину и задержанным вместе с ним членом его банды будут предъявлены новые обвинения, включая тяжкие и особо тяжкие, в том числе и убийства, а также экономические преступления. Сейчас расследование преступления и организованная преступная группа Пичуги, по его словам, находится в активной фазе сбора доказательств. Первый пошел. Регионы ориентируются на федеральный центр, однако пока в Москве только запрягают, на Алтай уже поехали. В конце апреля Алтайский суд отправил на долгий срок в места не столь отдаленные грузинского вора в законе Маму Кучка-Дуа, известного в криминальной среде как Маму Кагальский, который стал первым за последние несколько лет законником, осужденным по статье за создание ОПС. За решетку отправилась и вся его банда, насчитывавшая два десятка человек. Как установили следствия и суд, законник создал ОПС на территории края в 2012 году. В свое время преступное сообщество, приобретя внушительные масштабы, было разделено на две группировки. Одна банда занималась вымогательством денег у коммерсантов, а другая – устраняла конкурентов по криминальному бизнесу. Все фигуранты дела отрицали свою причастность к совершению указанных преступлений, однако следствию удалось доказать их вину в полном объеме. Законник Маму Качка-Дуа и его сподвижник Ширали Хатамов были приговорены к 17 и 16 годам колонии строгого режима соответственно за создание, руководство и участие в преступном сообществе. Часть 1, 2, 4 статья 210 Уголовный кодекс Российской Федерации. Остальные 19 участников банды получили от 2,5 до 13 лет лишения свободы за покушение на убийство. Часть 3, статья 30 и часть 2, статья 105 Уголовный кодекс Российской Федерации. Убийство. Часть 1, статья 105 Уголовный кодекс Российской Федерации. И вымогательство. Часть 3, статья 163 Уголовный кодекс Российской Федерации. Четверо из них были также осуждены за мошенничество. Часть 2, статья 159.1 Уголовный кодекс Российской Федерации. Единоросс в законе. В конце июня 2017 года в Москве на Варшавском шоссе сотрудники Мура совместно с коллегами из Алтайского края задержали вора в законе Андрея Ткаченко, более известного в криминальной среде как Ткач-Ниаганский. Оказалось, что законник находился в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве, совершенно организованной группой либо в особо крупном размере, часть 4 статья 159 Уголовный кодекс Российской Федерации. По информации источников, в ближайшее время, помимо мошенничества, Ткачу могут инкриминировать часть 4 статья 210 Уголовный кодекс Российской Федерации, создание преступного сообщества, совершенное лицом, занимающим высшие положения в преступной иерархии, и если его вина будет доказана, то вор в законе может получить пожизненный срок. От Ткаченко известно, что ранее он не был судьями до 2008 года состоял в Единой России, занимаясь в Ниаганском отделении партии вопросами молодежной политики. Помимо этого, будущий вор в законе был тренером в Ниаганской городской федерации каратэду. Но общественная деятельность не мешала ему проходить по оперативным базам в качестве лидера спортивный опкфайтер. Коронован Ткач был в 2013 году вместе с Раджиком Нижневартовским приближенными деда Хасана, Печугой, Мироном, Васю и Воскресом и Тюриком. В ноябре 2014 года Ткач оказался в числе задержанных на крупной сходке, которая проходила в кафе «Бочка» в Пресненском районе. Еще один крупный законник, которого также хотели подвести под 210-ю, Виктор Панюшин, Витя Пан. Летом стало известно, что смотрящего по Курской области обвиняют в создании преступного сообщества. Следствие считает, что возведенный в статус вора в законе в 2000 году Панюшин сколотил банду, участников которой следствие вместе с паном подозревает в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе и мошенничестве в сфере купли-продажи недвижимого имущества, присвоения денежных средств и похищений человека. Известно, что жертвы похищения с целью получения нужной информации банда Витя Пана долго пытала, в том числе и электротоком. Впрочем, задержать удалось лишь нескольких членов группировки, а самому вору в законе с несколькими подручными удалось сбежать. Получается, что последний раз, по данным Преступной России, силовики видели законника в июне 2016 года, когда Витя Пан был задержан прямо во время сходки, где должен был быть коронован представитель уголовно-преступной среды Курской области. Тогда вору в законе правоохранители не смогли инкриминировать серьезного преступления, и после профилактической беседы он был отпущен. Гули, Каха Гальский, Волчок и другие. По данным Преступной России, вышеперечисленные законники, далеко не все, кому грозит одна из наиболее тяжелых статей Уголовного кодекса. В конце июня тревожный звонок прозвучал для двух известных законников, столичные полицейские нагрянули в ресторан «Марани» на Рублевке, в котором проходила сходка с участием воров в законе Кахаберы Парпалия, известного под кличкой Каха Гальский, и Элгудже Туркадзе, Гуджа Кутаиский. Кроме них, на сходке присутствовали авторитеты из Сибири, Руслан Слесари Павел Брусенцев, Паша Бешеный, кандидатура которого обсуждалась в качестве смотрящего за Новосибирской областью. Всего в результате операции силовиков были задержаны 11 человек. Источники преступной России сообщили, что обла в «Марани» проходила с конкретной целью задокументировать создание организованного преступного сообщества лицами, занимающими высшие положения в преступной иерархии. Однако всех задержанных, доставив в ОВД, отработали на причастность к ранее совершенным преступлениям и отпустили. В июле оперативники ФСБ по подозрению в мошенничестве задержали в Армавире вора в законе Ары Мурадяна, известного как Ара Армавирский. По ходатайству следствия Мурадян был арестован судом. Как писала ранее преступная Россия, не исключено, что курировавшему несколько лет назад олимпийские стройки в Сочи законнику кроме обвинения в мошенничестве могут вменить в вину и создание ОПС. Спустя месяц в том же Краснодарском крае был задержан еще один вор в законе, 53-летний Георгий Манукян, известный как Чинка или Жора Тбилисский. Манукяна подозревают в создании организованная преступная группа вымогателей, однако несмотря на явно групповой характер совершенных преступлений статья 210 Уголовный кодекс Российской Федерации Жоре Тбилисскому пока не вменили. Витя Пан тоже в тренде. Задержанному в начале октября на Кубани старейшему славянскому законнику Владимиру Волкову по кличке Волчок инкриминировали создание преступного сообщества еще пять лет назад заочно. С тех пор 67-летний бывший сподвижник Деда Хасана, которого и обвиняют в создании ОПС в Адеге и на Кубани, находился в федеральном и международном розыске. Фигуранты того же дела, вора в законе Кощаев, Роман Кощаев, полиция Северо-Кавказского ФО в конце сентября объявила в розыск по той же статье. В середине декабря стало известно, что от 210-й статьи Уголовный кодекс Российской Федерации не застрахован и недавно освободившийся после длительного срока в Азербайджане и не имеющий к России сегодня прямого отношения вор в законе Надир Салифов по кличке Гули. 18 декабря Пресненский суд Москвы заочно арестовал его по обвинению в организации на территории Российской Федерации похищения выходцев из Азербайджана и вымогательства у них денег. По версии следствия, Гули курировал эту деятельность членов подконтрольных ему организованная преступная группа прямо из тюрьмы. Ему заочно инкриминированы статьи «Похищение человека» – 126 Уголовный кодекс Российской Федерации и «Вымогательство» – 163 Уголовный кодекс Российской Федерации. Кроме того, занимающийся формированием собственного клана в Стамбуре законник объявлен в международный розыск. Родина ждет. Депортация – еще одна мера борьбы с ворами в законе, которая становится все более популярной у российских правоохранителей. По примеру Украины и Грузии, в последние годы РФ ежегодно выдворяют за пределы страны по несколько воров в законе. Так, в 2016 году из России было депортировано 10 законников, а еще 11 было указано на нежелательность их пребывания на территории РФ. По состоянию на начало ноября 2017 года, по словам министра внутренних дел Владимира Колокольцева, за текущий год из России были депортированы 7 воров в законе, о нежелательности пребывания в стране, как и годом ранее, было объявлено еще 11 законникам. Так, в начале года в Москве задержали грузинского вора в законе Сулика Шари Кадзе, которому сообщили о нежелательности пребывания. В марте 2017 из РФ был выдворен освободившийся из Владимирского централа вор в законе Гайкни Кагосянь по прозвищу Айка Карабахский. В том же месяце по личному решению главы МВД России Владимира Колокольцева персонами Нонграда пожизненно были признаны все белорусские воры в законе, Паштет, Медвежонок, Муму, Лебедь, Галя и Саша Кушнер. Позже персоной Нонграда для России до конца жизни был признан бывший вор в законе Шалва Авдайян, он же Шалик Отбилисский. Освобожденный из татарстанской колонии Пауда вор в законе Реваза Бухникашвили, известный в криминальной среде как Пиццо, был депортирован в августе. А в следующем месяце, сразу после освобождения из колонии после четырех лет заключения на родину был отправлен грузинский вор в законе Мирон Горгидзе, Мирико Кутаиский. Подведем итоги, кольцо вокруг воров в законе сжимается. Правоохранительные органы недвусмысленно дают понять остающимся на воле законникам, что в России им не рады. Альтернатив не особенно много, это или только набирающие обороты всероссийский тренд, часть 4210 статьи ОК РФ, сулящая огромные тюремные сроки вплоть до пожизненного заключения, либо добровольная эмиграция, либо принудительное изгнание. Однако для воров в законе есть и хорошая новость. Хотя после подписанных бывшим президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации российское законодательство фактически сблизилось с Международной конвенцией по транснациональной преступности, механизм применения поправок на практике по-прежнему буксует. Показательным примером этому служит дело об организации преступного сообщества Шакра Молодого, которое СУ ФСБ возбудило, но уже полтора года предъявить по нему обвинения не может. Затянувшийся срок расследования говорит о том, что доказать вину Калашова в организации ОПС федерального масштаба следователям ФСБ пока затруднительно. Так как для этого нужно предъявить доказательства иерархических связей между Шакра Молодым и криминальными структурами других российских регионов, например Дальнего Востока или Крайнего Севера, и прямые свидетельства выполнения ими директив Калашова. Расследование в отношении Юрия Пичугина, согласно июльскому прогнозу главы Следственного управления Следственного комитета по республике Коми Сергея Исаева, также продлится не менее года. Возбуждение уголовных дел по часть 4 210 статьи Уголовный кодекс Российской Федерации против других задержанных либо находящихся в розыске воров в законе пока находится на стадии проектов, поскольку сбор необходимого объема доказательств для того, чтобы надолго упечь за решетку вора в законе, дело не из легких. Субтитры создавал DimaTorzok